Я еще раз хочу напомнить и вам, и вам, уважаемые жители, о том, что структуру органов местного самоуправления представляют Прежде всего, это совет депутатов муниципального округа Москворечья Собора, являющийся представительным органом самоуправления Глава муниципального органа, являющийся высшим должностным лицом муниципального округа И аппарат совета депутатов муниципального округа Москворечья Собора, исполнительный распределительный орган местного самоуправления ведущей текущую повседневную работу по местным полномочиям Совета депутатов. Полномочия органов местного самоуправления определены действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции муниципальных органов, регламентированы прежде всего законами Российской Федерации, также законами Москвы и Уставом муниципального округа. В отчетном 2022 году глава муниципального округа Москворечья Соборова, Совет депутатов, постоянные депутатские комиссии и аппарат Совета депутатов работали в пределах имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения, взаимодействия между собой и государственными органами исполнительной власти города Москвы, общественными организациями, жителям муниципального округа Москворечья Соборова. Неоднократно обращались за помощью к депутатам Московской городской думы Самышиной Елены Александровны и депутатам Государственной думы Развородневой Светлане Викторовне. В соответствии с уставом муниципального округа Москворечья Соборова, глава муниципального округа является высшим должностным лицом и одновременно является председателем Совета депутатов муниципального округа и руководителем аппарата Совета депутатов. Совет депутатов на сегодняшний день состоит из 10 действующих депутатов. Глава муниципального округа организует взаимодействие аппарата и депутатов Совета депутатов. Аппарат Совета депутатов осуществляет организационное и техническое информирование обеспечения деятельности Совета депутатов, то есть сбор материалов, обобщение поступающих обращений, которые поступают в Совет депутатов, подготовку проекта решений депутатов, организацию проведения заседаний Совета депутатов, своевременное оформление решений Совета депутатов и сдачу их установленных сроки в Департаменте территориальных органов исполнительной власти города Москвы, регистр муниципальных нормативных правовых актов, ближайонную прокуратуру, профильные учреждения, направление материалов в депутатские профильные комиссии. В 2022 году у нас по-прежнему работало три комиссии. Комиссия по развитию муниципального округа, в заседании прошло 7 комиссий, было рассмотрено 10 вопросов. Данную комиссию возглавляет депутат Камаха Вячеслав Михайлович. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов, было проведено 7 заседаний, рассмотрено 11 вопросов, возглавляет комиссию депутат Кудинова Марина Ферецовна. Комиссия по информированию. Было проведено в 2022 году два заседания, рассмотрено 4 вопроса. Возглавляет комиссию на сегодняшний день Москалев Александр Евгеньевич. Всего за отчетный период было проведено 16 заседаний профильных комиссий, рассмотрено 25 вопросов. Во всех комиссиях глава муниципального округа принимала активное участие, посетила все заседания. В рамках работы комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа регулярно проводились выходы на территорию для контроля за проведением ремонтных работ на объектах, а также для встречи с жителями и принятия объективных решений по вопросам благоустройства дворовых территорий, установки ограждающих устройств на придомовой территории, высадка зеленых высаждений, работы по текущему ремонту. В 2022 году было организовано и проведено 19 заседаний Совета депутатов, в том числе 13 очередных, 6 внеочередных, на котором были рассмотрены 113 вопросов, из них 114 включены в повестку основного заседания и 19 в разделы разные. По итогам рассмотрения данных вопросов было принято 109 решений и 23 протокольных решения. В целях детального и объективного рассмотрения вопросов, да, все вы знаете, уважаемые депутаты, что мы всегда с вами приглашаем и представителей управы района, ГБУ жилищников, представителей различных департаментов, и учреждений, и организаций, в компетенцию которых находятся вопросы, которые мы рассматривали с вами на заседании. Также мы всегда приглашаем представителей СМИ и наших жителей. Несмотря на то, что год 2022 был непростой, такой стык, да, у нас выборная кампания состоялась, вся работа велась в четком режиме, депутаты прошлого созыва и депутаты нового созыва без сбоев посещали у нас синие рабочие группы, и без каких-то уважительных причин заседание не пропускали. Вся информация о наших заседаниях транслируется прежде всего на сайте нашего муниципального округа, а также с 1 декабря, если вы знаете, мы ведем уже свою страничку аппарата Совета депутатов в социальных сетях ВКонтакте. Далее, ну так, чтобы чуть быстрее, значит, в наше полномочие входит заслушивание отчетов руководителей организаций на территории, работающих на территории нашего района. В 2022 году мы заслушали отчеты главы управы, руководителя жилищника, руководителя ССО, руководителя природного территории Царицына, дирекции природного территории Царицына, также музея-заповедника Кузьминки-Люблино, государственного музея-заповедника Царицына, главного врача двух детских поликлиник, которые работают с нашими жителями, главного врача поликлиники 210, а также руководителя многофункционального центра и директора досугого центра «Вертикаль». Также в 2022 году нами был заслушан отчет руководителей образовательных учреждений школы 1579 и школы 2000. В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона номер 3 о полиции, в Совете депутатов ежегодно заслушивает отчет начальника отдела МВД России по району Москворечья-Соборной. Что у нас в этом году, уважаемые депутаты? Я понимаю, что вы мой отчет достаточно подробно получили и просмотрели, но хотелось бы что сказать. У нас с вами увеличивается количество территорий придомовых, на которых жители обращаются с вопросом об установке ограждающего устройства. В 2022 году у нас появился новый адрес, это улица Кошкина, дом 13, корпус 1, где по заявлению инициативной группы жителей, предоставлению необходимых всего пакетных документов, нами была согласована установка трех ограждающих устройств. На сегодняшний день пока ограждающие устройства не установлены. Также в наши полномочия входят согласование точек нестационарных торговых объектов. Мы согласовываем с вами схемы проекта изменения, схемы размещения сезонных кафе. В этом году это было одно обращение, ИП Гущина, площадью 31,3 квадратных метра, по адресу 1-й Кирилловский переулок, дом 2-1, было согласовано летнее кафе. Далее мы с вами продолжаем согласовывать календарный план по досуговой социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Продолжаем проводить мониторинг ярмарки выходного дня. Она у нас расположена на Каширский проезд, дом 10. К сожалению, ярмарка работает. Жители новых домов, которые заселяют, начинают ей активно пользоваться, но еще не так активно и не такой большой разнообразный там, к сожалению, ассортимент, как это было на местах раннего размещения ярмарки. Так, что хотелось бы еще сказать, уважаемые депутаты. Каждый ежегодно мы с вами согласовываем план контроля депутатского нашего корпуса за текущим ремонтом в домах и капитальным ремонтом. То есть в полномочия депутата входит открытие объекта на ремонт и контроль за ходом выполнения ремонтных работ на данном объекте и подписание фактов при завершении и закрытии работы. Совет депутатов достаточно плотно взаимодействует с органами исполнительной власти и общественными объединениями. Глава муниципального округа является членом межведомственных комиссий, в которых принимают постоянное участие. Это такие комиссии, как комиссия по делам и саженоведникам в защите их прав. Состоялось 27 заседаний, из них 25 заседаний. Глава муниципального округа выступала в роли председательских ученых. Комиссия по оказанию социально-адресной помощи жителям района. Далее, глава муниципального округа вместе с депутатами принимала активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса и участников СВО, а также в благотворительных проектах, проводимых в партии «Единая Россия».